Вы понимаете, что мы шагнули по задачам немножко дальше, немножко дальше, и теперь от нас, безусловно, от атаманов всех уровней, от меня, как атамана Кубанского казачьего войска, от моего штаба, от атаманов педичек, отделов районов казачьих войск, и от главных муниципальных образований, именно аппаратом муниципальной власти зависит, как мы будем воплощать в жизнь задачу, поставленную губернатором. Чтобы не только мы вспоминали о казаках, а о праздниках к празднику, на день поминовений, на день проведения парада, посвященного принятию законов о реабилитации репрессивных народов, о дне кубанского казачества, когда проводим его в масштабе всего края и других республик. Но действительно это превратилось в ежедневную жизнь станицы, хутора, районного центра города. Конечно, это не завтра будет, конечно, это не послезавтра будет, безусловно. Это очень серьезная, кропотливая работа. Но каждый из вас, заместители глав, должен понимать, что в какой-то степени из всех задач или полномочий, которые на вас возложены, казачество вы должны заниматься системно, ежедневно. Как я это делаю, процентов 70, наверное, своего времени ежедневно я отдаю казачеству. Хотя у меня и спорт, хотя у меня, как и курирую, остался в управлении делами, море приказов, море там всяких документов подписывают. Вот такие горы лежат каждый вечер. Но казачество это не должно быть на втором плане. Я хочу, чтобы каждый из вас проникся этим, чтобы каждый, сидящий в этом зале, услышал то, о чем я говорю. Это система очень серьезная. Это участие атаманов всех уровней на планерах. Это участие атаманов всех уровней казаков на всех ваших мероприятиях, которые проводятся в масштабе района, станицы или хутор. Это образование казачьи. Не такое, как сейчас. 40 тысяч детей школьного возраста обучается в казачьих классах и казачьих школах. А это всего-навсего 3% детей школьного возраста края. Это позор для казачьего края, для казачьего региона. И самое главное, что я вижу уменьшение кое-где количества казачьих классов. К сожалению, и мы не досматриваем за этим. Но и вы, заместители глав, прежде всего, и атаманы районных казачьих обществ, и первичных казачьих обществ, должны не просто лежать, а должны смотреть.